Всем привет! Под каждым вторым геймплеем в комментариях обязательно найдется внимательный зритель, который скажет свою фу по поводу записи игр с помощью шэдоу-плея или релива, хотя каждый раз указывается, что запись ведется внешней системой без потери производительности. Поэтому мы и решили отдельно прояснить все моменты, чем и как мы записываем игры. Часто даже рядовым пользователям нужно сделать запись рабочего стола, например для создания инструкции по выполнению какого-либо действия, сохранения вебинара и так далее. А игроки еще чаще хотят запомнить и поделиться интересными моментами или примером уничтожения сложного босса. В таких случаях удобнее и проще всего использовать программные методы. Это могут быть встроенные в драйвер инструменты Nvidia ShadowPlay и AMD Relief, мультиплатформенная OBS Studio или любые другие платные или бесплатные программы, которые вы найдете в сети. Но у программных методов есть некоторые недостатки. Они могут сохранять видео в несжатом формате, поэтому файлы получаются очень большими, или щадить процессорное время и качество видео может быть не слишком высоким. Но в любом случае, они дополнительно нагружают систему. Да, не всем критично, что загрузка процессора выросла на 20-30% и немного просил фреймрейт в игре. Однако от стримеров это потребует покупки более мощной системы, а техноблогеры внесут дополнительную погрешность в измерения. Допустим, что Relief снижает скорость на 3 фпс. Если средний показатель 60, а вы фиксируете 57, то погрешность составит 5%. А если вы тестируете бюджетные видеокарты и получили 22 фпс вместо реальных 25, то погрешность уже превышает 13%. Поэтому для техноканала программный метод записи не подходит. Нужно захватить максимально качественное видео без потери производительности, ну или отдельно тестировать и готовить видеоматериал, что съедает больше времени. В таком случае нас выручают аппаратные карты захвата, которые подходят для записи геймплеев и стриминга. На рынке есть много продуктов, но нам повезло давно сотрудничать с Авермедиа. Вначале мы долгое время использовали Live Gamer HD. Это внутренняя карта с интерфейсом PCI-Express и аппаратным кодеком с поддержкой стандарта H.264. То есть она сама кодирует видео, не нагружая тем процессор или видеокарту. Правда чуть повышается активность накопителя и на несколько процентов увеличивается загрузка CPU, что в случае слабых систем всё же может вносить погрешность в измерения. Ещё одним преимуществом Live Gamer HD является удобная выносная кнопка для старта и приостановки записи, поэтому не нужно запоминать горячие клавиши или задействовать мышку, всё делается проще и быстрее. А вот главный её недостаток – поддержка записи максимум Full HD на скорости лишь 30 фпс. Также за годы использования у неё разболтались HDMI разъёмы от частого подключения. Их подгибание уже не решало проблему и сигнал мог в любой момент пропадать. Поэтому мы задумались об апгрейде методики записи видео и Avermedia выручили нас двумя моделями – внешним рекордером Live Gamer Portable 2 и внутренней картой Live Gamer HD 2. Оба поддерживают режим Full HD при 60 фпс, но лишены интегрированного кодека, поэтому в обязательном порядке используют для кодирования видео ресурсы процессора или видеокарты. Это выбирается в настройках. Внешний Live Gamer Portable 2 очень удобен. Его можно вынести поближе к рабочему месту и использовать физическую кнопку для старта или при остановке записи. Он подойдёт и для стриминга с игровых консолей без использования ПК. Но в таком случае будут ограничения потока по битрейту, как и при автономном сохранении записанных геймплеев на карту памяти microSD. Полноценная работа возможна лишь при подключении к компьютеру, а всю программную сторону вопроса берёт на себя фирменное ПО Recentral 4.0. Также к нему можно подключить гарнитуру для голосовых комментариев. В свою очередь Live Gamer HD 2 вставляется внутрь ПК, поэтому без него с консолями она не дружит и слота под карты памяти у неё тоже нет. Зато эта карта обеспечивает запись более качественного видео на высоких битрейтах. И совсем недавно у нас появилась ещё одна модель – Live Gamer Portable 2 Plus. По своему внешнему виду и функциональным возможностям она очень напоминает Live Gamer Portable 2, но с одним важным улучшением. Она оснащена интерфейсами HDMI 2.0 и поддерживает видеопоток в разрешении 4К при 60 фпс, но при записи масштабирует выходной файл Full HD для уменьшения объёма и снижения нагрузки при стриминге. Подключается она в разрыв между консолью или основным ПК и Ultra HD монитором, а управляться может этим же или вторым компьютером для хранения выходного Full HD файла или стриминга. Сохранились и остальные преимущества в виде возможности подключения гарнитуры и карты памяти. К тому же она в первую очередь поддерживается более новыми версиями ПО Recentral и может использовать формат mjpeg для кодирования видео. Все три используемые устройства хороши и функциональны, но дополнительно нагружают систему и вносят погрешность в процесс измерения, поэтому напрямую для записи геймплеев они нам не подходят. Выход из ситуации очень простой. Тестировать на одной системе, а записывать на другой. Именно к этой второй системе и подключается карта захвата, но её загрузка уже не влияет на результаты измерений фреймрейта. Поэтому в каждом видео мы повторяем, что тестирование проводилось без потери производительности. Кстати, для стримов вы также можете использовать эту идею. Одну систему собрать исключительно под игры, а на вторую установить необходимые программы для трансляции. В таком случае системные уведомления или сообщения мессенджеров не будут портить вам стрим. Для практической реализации такого подхода нам потребовались сплиттеры, хотя Avermedia настоятельно призывает их не использовать. Но в данном случае без них никак, ведь есть ещё один важный нюанс. С 2016 года видеокарты AMD используют в драйвере неотключаемую HDCP защиту контента, и записать геймплей через карту захвата не всегда удается, так как соответствующая опция в настройках программы в первую очередь направлена на улучшение совместимости с Apple девайсами, а с видеокартами срабатывает через раз. Сплиттеры и другую кабельную продукцию нам любезно предоставляет интернет-магазин Переходники.ua, раньше он назывался Переходники.com.ua. Само устройство представляет собой небольшую коробочку, у которой есть один входной HDMI интерфейс и два выходных. То есть сплиттер просто распараллеливает один сигнал на два, обычно без потери качества. Один сигнал подаётся на монитор тестовой системы, а второй – на дополнительный ПК для записи с помощью карты захвата. Сплиттеры бывают двух типов – пассивные и активные. Пассивные дешевле, но они более капризные. Работают не со всеми видеокартами, мониторами, не снимают HDCP защиту и так далее, в общем, становятся причиной постоянных танцев с бубном. Не рекомендуем. Нам же больше подходят активные сплиттеры, которые умеют снимать HDCP защиту. Например, с прошлого года используем вот такую бюджетную модель с гарантированной поддержкой видео 4К при 30 FPS и Full HD при 60. К нему особых претензий нет, но советуем родной монитор подключать в первый выход, а внешнюю систему во второй. В противном случае при включении только одной системы будет чёрный экран. Также он может капризничать при работе с некоторыми iGPU и мобильными картами AMD. В низких разрешениях выводит рваную или инвертированную по цветам картинку. В последнее время мы также активно используем модель подороже. Если предыдущая питается от USB, то это использует внешний блок для более стабильной работы, а вместо пластикового корпуса ей достался металлический, хотя на функциональность это не влияет. Но и она может капризничать, время от времени её приходится переподключать, а реально глючит её только при смене разрешений и частоты развертки. Например, GTA 5 на новой системе любит стартовать в разрешении 800 на 600 при 30 герцах, и с рабочего стола мы попадаем в чёрный экран. Вытаскиваем блок питания сплиттера из розетки, вставляем назад и чудесным образом картинка появляется. Ну что ж, друзья, теперь вы знаете, каким образом мы записываем тесты. На этом всё, подписывайтесь на канал, поддержите нас лайками, комментариями и репостами, а также приготовьтесь к новым видео. Всего вам хорошего и до новых встреч!